добрый день ребята тема нашего урока физики механическая работа мощность сегодня мы с вами познакомимся с такими понятиями как механическая работа мощность рассмотрим их единицы измерения и определим условия необходимой для совершения механической работы в обыденной жизни словом работа мы называем различные действия человека или устройства например мы с вами говорим работает компьютер пылесос станок выполняет работу врач продавец ученик физики также существует понятие работа но смысл этого понятия несколько отличается от привычного нам физика прежде всего изучает физическую величину которая называется механической работой рассмотрим примеры проявления механической работы грузчики поднимают багаж на определенную высоту используя силу своих мускулов автомобиль движется по автомагистрали благодаря работающему двигателю мяч под действием силу тяжести падает на поверхность земли если проанализировать все эти примеры то мы видим во всех случаях приложение силы силы мускул силы тяги автомобиля силы тяжести и во всех этих случаях тело под действием этих сил приходит движение и так говорят что тело совершает механическую работу если выполняется два условия на тело действует сила и тело под действием именно этой силы перемещается например желая передвинуть шкаф мы силой на него надавливаем но если при этом в движение не приходит шкаф то механическая работа не совершается или если тело движется без участия сил например по инерции в этом случае механическая работа также не совершается очевидно чем больше сила действовать на тело и чем длиннее путь который проходит тело под действием этой силы тем больше совершается работа дадим определение механической работой называется скалярная физическая величина равное произведению силы и пройденному пути работа в физике обозначается заглавной буковкой а поэтому записываем работа равна произведение силы f на пройденный путь с мы с вами ввели новую физическую величину мы обязательно должны рассмотреть ее единицу измерения в каких же единицах мы будем измерять работу механическую работу так как сила измеряется в ньютонах а пройденный путь в метрах то работу совершаемую силой в 1 ньютон на пути равным 1 метр договорились измерять в джоулях в честь английского ученого Джеймса Джоуля на самом деле на практике чаще всего используют более крупные единицы измерения такие как килоджоули и мегоджоули 1 килоджоуль это 1000 джоулей а 1 мегоджоуль это 1 миллион джоулей так как работа это скалярная величина а скаляр это число то механическая работа может принимать либо положительное либо отрицательное значение а в некоторых случаях может быть равна нулю давайте разбираться формула записанная справа применима в том случае если сила постоянно и совпадает с направлением движения тела в данном случае говорят что данная сила совершает положительную работу так например положительную работу совершает сила тяжести при падении мяча сила тяги автомобиля если же движение тела происходит в направлении противоположном приложенной силе как на рисунке слева то данная сила совершает отрицательную работу например сила тяжести при подъеме тела вверх сила трения которая всегда направлена противоположным движением поэтому в формуле появляется знак минус если направление силы действующей на тело перпендикулярно то есть составляет угол 90 градусов к направлению движения то эта сила работа не совершает говорят что работа равна нулю сила тяжести при движении тела по горизонтали давайте рассмотрим качественную задачу совершает ли работу сила тяжести действующую на книгу лежащую на столе но здесь ответ очевиден так как по условию сказано что книга лежит на столе то есть покоится не перемещается значит и работа силы тяжести в данном случае не совершается то есть она равна нулю следующая задача спортсмен поднимает штангу вверх совершает ли при этом работу сила тяжести здесь ответ тоже очевиден да в этом случае сила тяжести совершает работу но эта работа будет иметь отрицательное значение так как направление сила тяжести противоположно направлению перемещения штанги ну а теперь давайте познакомимся с еще одним новым физическим понятием таким как мощность слово мощность вам очень хорошо знакомо и вы достаточно часто его употребляете мы с вами говорим что один автомобиль мощнее другого и хорошо понимаем что означают эти слова давайте рассмотрим примеры когда одна и та же работа может быть совершено за разное время так например подъемный кран настройки за несколько минут поднимает на верхний этаж здания сотни кирпичей если бы эти кирпичи перетаскивали рабочие то им для этого потребовалось бы несколько часов рассмотрим другой пример по ступенькам можно взойти а можно и вбежать в обоих случаях выполняется одинаковая работа однако во втором случае она выполняется быстрее и так в физике быстроту выполнения работы характеризует такой величиной как мощность даем определение мощность это физическая величина равная отношению работы ко времени за которое она была совершена мощность физики обозначается английской буквой n и по определению мы видим это отношение работы а к промежутку времени t за единицу мощности принимают такую мощность при которой в одну секунду совершается работа один джоуль и отношение одного джоуля к одной секунде названо так же в честь английского ученого Джеймса Уарта но на русский момент пишется ватт манер на практике широко используется более крупные единицы мощности такие как киловатты и мегаватты Джеймс Уарт английский изобретатель первым построившим паровую машину в качестве единицы мощности использовал лошадиную силу кстати одна лошадиная сила составляет 735,5 ватт мощность человека при нормальных условиях работы в среднем составляет 70-80 ватт если человек выполняет тяжелую физическую работу то его мощность может достигать и 200 ватт при езде на велосипеде со скоростью 20 км в час мощность может составлять 700 ватт давайте рассмотрим теперь задачи на перевод единиц в международную систему СИ итак допустим нам нужно перевести 20 мега джоулей в джоули что мы делаем мы с вами вспоминаем что мега означает миллион поэтому нам достаточно 20 умножить на миллион при умножении мы с вами запятую должны перенести на 6 знаков вправо и получается ответ 20 миллионов джоулей 180 кило джоулей при переводе в джоули мы с вами должны умножить на тысячу потому что кило означает тысяча получается 180 тысяч джоулей 43,5 мега джоуля опять вспоминаем что мега это миллион то есть мы должны 43,5 умножить на миллион то есть перенести запятую вправо на 6 знаков и получается 43 миллиона 500 тысяч джоулей 0,5 мега ватт ну вы здесь сразу догадались это получается 5000 ватт 0,3 киловатт переводим ватты умножаем на тысячу запятую переносим вправо на три знака и получается 300 ватт ну и последнее 0,5 мега ватт при умножении на миллион мы запятую переносим вправо на 6 знаков и получаем число 50000 ватт ну а теперь давайте рассмотрим решение расчетной задачи по физике транспортер поднимает за 1 час гравий объемом 240 метров кубических на высоту 6 метров определите мощность его двигателя нам дается подсказка что плотность гравия 1700 килограмм деленная на метр кубический читаем задачу еще раз и записываем дано итак транспортер поднимает за 1 час гравий то есть нам дано время 1 час сразу его переводим в секунды так как время в секундах так как по международному соглашению время измеряется в секундах объем записываем буковка в 240 метров кубических и в данном случае так как перемещают в вертикальной плоскости то здесь удобнее пройденный путь обозначить буковкой h и вопрос задачи найти мощность которая обозначается буковкой n задачу начинаем решать с вопроса так как нам нужно найти мощность а сегодня мы с вами рассмотрели что мощность равна отношению работы к промежутку времени формулу для расчета работы мы тоже сегодня с вами записали это произведение силы на перемещение так как в данном случае прикладывают силу равную весу тела поэтому в формуле вместо силы m мы ее заменяем весом p вес гравия нам не дан но мы знаем что вес можно рассчитать по формуле произведение массы на ускорение свободного падения а высоту h переписываем но масса гравия нам также не дана а в начале года мы рассматривали формулу что масса равна произведению плотности на объем вот как раз плотность нам здесь и пригодилась ну а теперь подставляем это все в формулу и в общем виде у нас получается чтобы рассчитать мощность нужно найти отношение ρgvh к промежутку времени t подставляя все данные из условия задачи мы получаем ответ 6800 ватт или 6,8 киловатт большое спасибо всем за урок до новых встреч